Друзья мои, приветствую! Начинаю готовить этот выпуск для вас, как обычно это делаю в первой половине дня вторника, смотрю на текущие котировки и лишний раз убеждаюсь, что программа Акценты вполне заслужила право в августе уйти в отпуск, сделать перерыв, поскольку большая часть наших прогнозов, она действительно сбылась все то, о чем мы говорили много-много месяцев. Индекс S&P 500 вышел на новые вершины, показывает красивые цифры 4422, 4422 пункта. Это произошло независимо от того, что несколько подпортить пытались картину рынком глобальным китайские компании, китайские регуляторы перетянули выходные гайки. Китайский рынок, соответственно, опустился до наиболее глубоких минимумов за этот год. Тем не менее, показательные заголовки, в которых вот уже сегодня говорят, что азиатские рынки потихонечку не смело прибавляют, тем не менее, инвесторы смотрят в сторону США. А здесь, помимо S&P 500, Dow Jones наконец переварил промышленный индекс через отметку в 35 тысяч, соответственно, Nasdaq коснулся отметки в 15 тысяч. Ну и предполагающиеся на этой неделе отчеты бигтехов, а отчитывается масса тех компаний, которые инвесторы любят и в которые активно, как правило, вкладываются. Это и Apple, это и Microsoft, это Google, это Visa, Facebook, PayPal, McDonald's. Здесь можно много перечислять на самом деле компаний. Tesla уже отчиталась. Маловероятно, чтобы отчет какой-либо из этих компаний принципиально испортил бы общую картину. Скорее, наоборот, наверное, способен добавить позитива. Соответственно, из событий недели, которые мы сейчас обсудим, показательно, что не так много выделяют также и другие комментаторы, в частности, по поводу Федеральной резервной системы, по поводу встречи Фомка, то есть компании Джерома Пауэлла. Здесь тоже комментарии в таком духе, что вот сворачивание монетарных стимулов вроде бы близко, а на самом деле очень далеко. И никто не ждет сюрпризов от заседания Федрезерва в том плане, что там были поданы какие-то сигналы на сворачивание. Ничего подобного до осени опять же не ожидается. То есть как бы и с этой стороны вроде бы нечему прилететь плохому. Но мы сейчас еще поподробнее разберем все-таки китайский фактор, поподробнее разберем в процессе, почему рынки не опасаются так сильно, как раньше, новых волн вируса и, в частности, дельта штамма и что с этим может быть, так сказать, связаны, какие соображения. Пока же скажу, что в августе у нас, скорее всего, ну максимум будет, наверное, один выпуск акцентов. Я не привязываю сейчас конкретной дате это, но вероятно это может быть где-то во второй половине уже августа. И в том случае, если будут какие-то, ну действительно, знаковые вещи происходить, которые бы как-то или меняли бы взгляд на рынок, или действительно добавляли бы существенные акценты к уже сложившей картине. То есть, в принципе, месяц пока не выглядит ничем таким настораживающим. Наоборот, попытки снизиться, которые мы дважды наблюдали в июле, они обе привели к тому, что рынок в итоге стал только сильнее смотреться. И в данный момент это непреложный факт. Что касается, давайте разберем отдельно вот фактор китайский, поговорим и поговорим по поводу, что же там такого с вирусом, почему на это рынки не обращают достаточного внимания, которое, может быть, многие думали, что мог бы рынок обратить. Что, в принципе, за китайские такие реалии? Чем они препятствуют росту рынка? Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. В любое время из любой точки мира можно вложить средства в стратегии доверительного управления на базе индивидуального инвестиционного счета. Сделать это можно всего в несколько кликов через мобильное приложение PSB и в личном кабинете на сайте управляющей компании Промсвязь. С помощью онлайн-сервисов компании Промсвязь вы можете отслеживать состояние вашего портфеля в удобное для вас время, где бы вы ни находились. Существуют две стратегии под ваши потребности, доходность которых потенциально обгоняет ставки по депозиту. Стратегия консервативная подойдет инвесторам, которые ориентируются на умеренный потенциальный доход при невысоком уровне риска. Стратегия перспективная рассчитана на инвесторов, ожидающих высокой потенциальной доходности в долгосрочном периоде при умеренно агрессивном уровне риска. Стратегии подходят и для начинающих инвесторов, а использование ИИС позволяет увеличить свою выгоду за счет налоговых стимулов от государства. Вам понадобится меньше минуты, чтобы оформить покупку ИИС с доверительным управлением через мобильное приложение PSB Mobile. Открываем мобильное приложение PSB, переходим в раздел инвестиции, а затем индивидуальные инвестиционные счета. Попадаем на витрину ИИС ДУ, выбираем стратегию, нажимаем «Оформить». Выбираем счет списания и вводим сумму покупки. Подтверждаем операцию кодом из PUSH или SMS. Ссылка на сервис в описании под этим видео. Можно сказать о том, что регуляторы продолжают закручивать гайки в том плане, что вы помните деятельность таких гигантских компаний, как Alibaba, Tencent, Baidu, крупнейшие китайские компании, их пытаются освободить китайские регуляторы от некоторой части, как считают опять же китайские регуляторы, не свойственных им финансовых функций. Ну, такая коммунистическая мораль по-китайски она своеобразная. Никто, разумеется, не собирается резать этих куриц, которые несут золотые яйца, в общем-то, не только себе, но, разумеется, и в бюджет страны, не говоря уже про репутационные вещи. Но собираются, так сказать, изрядно их пообщеповать и дальше. Соответственно, какие-то новые вещи, которые появились за эти выходные, я не скажу, что это прям такие уж новые, но появилось как минимум два плана, один из которых направлен на то, чтобы заставить поставщиков у онлайн-обучения, а практически все крупные компании, в том числе некоторые из перечисленных Tencent в частности, задействован в платформах университетского, на уровне, так сказать, колледжа по-нашему, технического онлайн-обучения, вот чтобы эти компании занимались исключительно не коммерческой основе, на бесприбыльной этим делом. Соответственно, образовательный сектор Китая его оценивают не менее чем в 100 миллиардов долларов в общей сложности, и многие компании действительно прямо серьезно положили на него глаз. Соответственно, конечно, им не понравились эти заявления. Первым же побочным эффектом стало вообще то, что еще и кредитные организации, банки, некоторые международные, которые ориентированы на Азию, включая HSBC, Standard Chartered, на лондонской уже фондовой бирже котирующейся, они потеряли в понедельник при открытии порядка 2% своей капитализации в течение первой пары торговых часов. Но, надо сказать, довольно быстро восстановились уже к полудню понедельника. Но, тем не менее, вот это восстановленный эффект, который затронул какие-либо другие рынки, помимо Китая. Ну, а так вот, на самом деле, можно посмотреть по всему спектру, кого и как это, так сказать, побеспокоило, ну, например, в Китае есть такая крупная компания по меркам, опять же, этого сектора образовательного, внешкольного, Tal Education. Вот эта компания, в частности, она и так в последнее время не очень хорошо себя в плане капитализации чувствовала, а тут сразу на этом объявлении потеряла уже в пятницу 70% от стоимости и еще более 20% где-то добавила вниз движение в понедельник. Но это, конечно, узкоспециализированная компания, надо это прекрасно понимать. И, в целом, она, конечно, не делает погоды на даже китайском рынке целиком. Тем не менее, да, то есть, вот рынок обращает внимание на такие, так сказать, подставы от местных регуляторов, если можно вообще что-либо в Китае называть местным, настолько большой масштаб этой страны. Но, если брать, вот посмотреть, как реагировали другие, ну, скажем, есть вот холдинг такой, который торгуется в Европе, опять же, на голландском рынке, есть компания ProSus, она владеет в том числе 28% акций Tencent. То есть, вот помимо того, что упали сами там Tencent, Baidu, еще глубже там Alibaba соскользнуло, уже в район там 190 почти долларов за акцию. Вот эта вот холдинговая компания, которая, видимо, существенно вовлечена потенциально в образовательный бизнес, плюс владеет Tencent, то она упала первоначально там почти на 8 с лишним процентов даже на рынке в Амстердаме. Правда, частично восстановилась уже к концу дня понедельника, это тоже видно. Ну, то есть, вот такие вот локальные, скажем так, обрушения там, где тонко. Второй такой дополнительный подарок, в кавычках, который китайские регуляторы сделали своему рынку, это история с предупреждением всех компаний, которые занимаются доставкой продуктов питания и всевозможным ритейлом, чтобы будут власти следить за тем, что эти компании должны платить работникам, по крайней мере, минимальную зарплату, которая положена в стране. Ну, очевидно, это много положения там в Китае нарушается, очень много там неофициальной в этом плане работы, то есть, не помрод, как если говорить по-русски, зарплата. Соответственно, вот это предупреждение от регулятора, что будут за этим следить плотнее, оно тоже вот локально, то есть, обрушило некоторые торговые платформы, которые очень сильно вовлечены в этот сектор и, видимо, сильно завязаны на такую вот мини-оплату, да, неполноценную. Вот, в частности, такая компания есть, Мейтуан, называется она. Она почти на 14% упала на торгах в Гонконге в понедельник. Вот тикер, если кому-то интересно, цифровой, 36,90, можете посмотреть. Ну, вот такие вот локальные вещи, повторюсь, да, с одной стороны, кажется, ну, так сказать, подумаешь, компаниям напомнили, что вообще надо платить по закону такую-то зарплату, а не занижать. Ну, естественно, это может снизить какие-то повышенные сверхдоходы. Но вот такого рода вещи, они не способствуют, что называется, сейчас инвестициям на китайский рынок. Конкретно я очень рад, что у меня, кроме Alibaba в портфеле, ничего нет из китайских компаний. Это не значит, что ничего другого я такого и не планирую заводить. Я думаю, что со временем вот эта вот история со спадом, она сменится таки ростом. Но, что называется, настроение сейчас рынка неподходящее. Донышко может оказаться, на самом деле, в любом месте. Вполне может даже быть такое, что очередной вот какой-то такой сигнал в виде закручивания экспертных гаек от китайских регуляторов, он может оказаться и последней каплей, имеется в виду не который обрушит, а последней, которая приведет к образованию даже такого дна. Но сейчас гадать о том, здесь это донышко или где-то глубже, в общем, бесперспективно. В этом можно посмотреть даже не столько по новостным сводкам, сколько, наверное, обнаружить по динамике, как реагируют на это рынки, и что интересного в этом плане рынки могут предложить. То есть здесь технический анализ может даже скорее определить тему, в какой мере будет готов азиатский рынок поддержать ралли, которое идет в США и в Европе. Европейский рынок в этом плане там находится как бы между Сциллой и Харибдой, где, я бы даже сказал так, верхово, да, понятно, тянет по настроениям Америка, и вот вниз придавливает Китай, но в целом Европа, как видим, склоняется все-таки к тому, что Америка ближе к телу, поэтому предлагаю, что в течение ближайших пары-тройки недель европейские индексы, в частности Евростокс 50, еще раз обновят свои верхушки. Почему не обращая внимания на историю с коронавирусной, новой вот этой волной, там штамм дельты и все такое прочее, я как раз хотел бы сейчас вкратце описать. Естественно, есть всплески, которые наблюдаются там по заболеваемости, все мы в этом году и в прошлом, в общем, как ни пытаемся от этого отбрекиваться, в какой-то мере нам приходится становиться вирусологами. Ну вот здесь интересный момент, как бы я бы на который обратил внимание, при том, что есть растущее количество, так сказать, выявленных случаев, а сейчас, естественно, делается огромное количество тестов всего, мы вот наблюдаем, что, скажем, по Франции, например, где считается всплеск один из самых серьезных в Европе, вот по Франции на самом деле, в частности, общее количество на самом пике, вот в последние дни, достигало 25 тысяч случаев. При этом, много это или мало, это кажется много по сравнению с тем, что еще месяц назад там уже было всего 2000 случаев, то есть почти в 10 раз, 25 тысяч. Но если сравнить с пиками даже не какого-то там 20-го года, а вот с пиками, которые были недавно, весной, в апреле месяце, когда про индийский штамм вроде еще особо не было разговора, так вот те пики были намного выше. Те пики составляли до 57 тысяч. Соответственно, сейчас вот мы, кстати, видим, что возможно под вопросом, но уже, возможно, и Франция пошла по количеству выявленных случаев вируса на спад, то есть если было 24 июля 25 600, 24 случая, то вот уже по цифрам следующим, более свежим, там всего 15 с небольшим тысяч случаев, это вот 25-го уже числа. То есть меняется ситуация и здесь, ну не факт, что пик уже прям пройден, зато почти все сходятся на том, что он пройден в Британии, там, где он был такой жесткий и там, где с 19-го числа, вы знаете, сняли большинство ограничений, то есть там явно пошло на спад. В США, то есть вот те пики, которые недавно там писописывали в новостях, что ой, на 70% там увеличилась заболеваемость за неделю, ой, значит, во всех штатах это отмечается, даже пошли разговоры о необязательном вакцинированных носить маску, но это все, это понятно. Последнее связано с выборами исключительно, Конгресс, который, так сказать, рано или поздно придется провести, и, значит, естественно, все технологии, связанные с голосованием по почте, опять онлайн-голосованием, должен какой-то повод их запустить, принять соответствующие законы, это, так сказать, демократы все соломку стелят, скорее всего. Но если чисто смотреть на случаи, опять же, вирусные, то на пиках несколько дней назад они превышали где-то 60 тысяч по Америке. Значит, это примерно столько же, сколько было весной, то есть на весенние пики почти вышли, но тоже не совсем, там доходило до 80 тысяч в отдельные дни. Но, обращаю ваше внимание, что это ни в какое сравнение, опять же, не идет с тем, что было выше 200, там, 40 тысяч, было буквально вот Рождество-Новый год, там, вот в этот период, там подымались, ну, короче, на порядок практически больше, там, в 6-7 раз больше это были пики, от которых затем упала вирусная активность. Но даже не этот момент, понятно, что если есть какая-то волна, на которой наблюдается рост, она может теоретически тревожить инвесторов, вот почему они, на мой взгляд, не стревожены? Для того, чтобы задуматься об этом, достаточно посмотреть на график ежедневный, по числу выявных случаев из Индии. А этот график нам показывает интересную вещь. Вот эта интересная вещь заключается в том, что та страна, которая считается прародиной, вот этого ужасного, какого-то жутко заразного, там, и очень-очень опасного дельта-штамма, она свой пик, огромный, конечно, да, когда там было нарастание, показала за очень короткое время. То есть на этот пик, где было почти, там, по индийским меркам очень много, больше 400 тысяч случаев, вот хотя, если брать, там, да, Индия с населением значительно, там, за миллиард, уже где-то, по-моему, миллиард почти 400 миллионов, вроде бы и не так, может, много, но тем не менее, вот это очень резкий пик. Так вот, весь пик длился, если брать, вот, где-то, ну, половину его высоты мерить, выше половины высоты он находился всего лишь примерно с района 15 апреля по 20 мая, всего порядка месяца. А вообще, если брать от пика нынешний спад, то этот спад, он длится на протяжении уже приблизительно, там, 10 недель, причем, вот, последние, если бы, разобрать, недели, там, 6-7 последних недель, спад идет регулярно, причем спад не какой-то маленький, а то есть сейчас, вот, количество случаев в Индии, выявленных, составляет, там, менее 40 тысяч, там, доходило до 38-35 тысяч, хотя буквально еще, вот, в середине мая на пиках было в 10 раз больше. То есть, какая-то официально парадоксальная история, которую, не знаю вы на самом деле, как именно попытались бы объяснить, люди из Панеты вообще комментировали из различных медицинских, так сказать, чиновничьих, я имею в виду, учреждений западных, особенно, но факт остается фактом, то ли Дельта-Штамм загадочно мигрировал как-то из Индии, получил визы во все остальные страны, я не знаю, и исчез из самой Индии, что, конечно, трудно себе представить, то ли что-то не так со статистикой по западным странам, и нет в таких количествах там никакого распространения этого индийского штамма, а просто вот что-то там накручивают нам, вот, либо есть еще какие-то, ну, логичные объяснения, если включить логику, ну, возможно, например, возможно, что он не настолько сильно опасный в плане летальности, сколько он может быть, например, быстро распространяющий все-таки, и в этом случае может оказаться, что как раз именно этот штамм и создает тот самый коллективный иммунитет очень быстро, когда просто он моментально распространяется среди огромного количества людей, и затем просто нейтрализует, по сути, не сам себя, но нейтрализует для себя возможность дальнейшую себе распространяться. Возможно так. Слушайте, мы можем гадать на самом деле долго, но факт остается фактом. С индийского пика спад случаев заболеваемости более чем в 10 раз уже произошел, и вроде бы если смотреть Индию вот эту вот как модель того, что происходит, и может происходить в других странах, где гораздо лучше, чем в Индии, и уж про ситуацию от меня индус, я 5 раз был в Индии, где гораздо лучше там на западных странах соблюдаются все гигиенические меры, гораздо строже все эти масочные режимы, и все, что связано с постоянными локдаунами, которые долго там шли, и люди, в принципе, ведут себя гораздо, конечно, осторожнее и не так скучно, то есть нужно говорить, что уж, наверное, скорее всего, уж эти пики еще быстрее должны бы пройти в Европе или в Америке, вот, поэтому мне, на мой взгляд, можно говорить о том, что рынки, если кто-то вот из наблюдателей не просто читает новости, а большинство все-таки участников рынка это такие, ну, люди как бы продуманные, да, и которые чуть глубже стараются вникать в вещи, во всяком случае, те, у которых больше всего на рынке денег, вот, которые направляют рынок, на мой взгляд, они, глядя на эту ситуацию, должны просто пожимать плечами, говорить, слушайте, ну, как бы то ни было, что-то не так страшно, этот черт как его молюют, вот, на мой взгляд, та причина, по которой, опять же, выбирая какие-то основные заголовки, мы видим, например, что когда S&P 500 присаживался в июле, вот, дважды, и когда нефть пыталась сходить на 68 долларов за баррель, то прям преобладали заголовки, что рынок напуган, значит, случаями вируса, но за два дня, если помните, все развернулось опять наверх, и тут же преобладают уже другие заголовки, вот, если брать, опять же, по западным новостным лентам, что по нефти, что по индексам, что-то вроде надежды, сказать, на то, что распространение вакцины все подарит, и, в общем, то, что более высокий спрос, соответственно, если это брать, там, на сырье, про нефть и металлы и так далее, и просто, так сказать, инвестиционный спрос на акции, что он превосходит беспокойство инвесторов по поводу ковида, но не очень поэтому объясняю почему, уж не знаю, то ли это какая-то самоцензура, то ли это просто цензура, но, так или иначе, вот, глубокого анализа этих процессов я практически там, кроме пары, так сказать, статей не встречал совсем, но факт остается фактом, что результатом этого анализа, более глубокого или менее глубокого, является продолжение роста рынков, как ни в чем не бывало. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Магазин акций «Финам» – это возможность приобретать акции российских и иностранных эмитентов, ведущих компаний мировых рынков на платформе «Финам». Интернет-магазин акций одного из лидеров фондового рынка России открывает вам удобный и комфортный доступ к широкому ассортименту голубых фишек ведущих бирж. Компания «Финам» – стратегический партнер медиапроектов «Инверсия». Инвестиционный портфель нашей команды размещен на торговой платформе этой компании. Ссылка на интернет-магазин акций «Финам» в описании под видео. На текущей неделе из событий, которые сейчас ожидаются, даже замечательная Кателин отмечает обычно 10 историй, которые можно посмотреть на этой неделе. Слушайте, из этих 10 историй даже она фактически ничего не смогла найти. То есть, за исключением отчетности как раз «Бегтехов», о которой мы уже говорили с вами в самом начале, заседания Федрезерва, может, она отмечает только ВВП американские, там цифры, которые могут быть предварительно опубликованы по второму кварталу, но они, как правило, вы знаете, что не производят большого воздействия на фондовый рынок, может быть, на Форекс немного, на фондовый – нет. И CPI, данные по потребительской инфляции, в Еврозоне, Австралии, Канаде, ну, то есть, по всему миру, где они будут выходить. Но здесь мы с вами знаем, опять-таки, что Европейский Центробанк уже принял решение, что инфляции быть, пусть она растет, мы не будем на нее обращать внимание, будем продолжать стимулирующие меры, то есть, попросту, печатать деньги на триллион, 850 миллиардов, вот, и вуз не дуть. Соответственно, это прибавило как раз, вот, после 22 июля прошедшего заседания, дополнительно прибавило еще вверх толчок, дало европейским индексам, европейским рынкам, помогло им подтягиваться за Америкой, грубо говоря, а не сползать потом за Китаем. То есть, вот, стоит, наверное, отметить, что не так много событий, которые на перспективу, ну, по крайней мере, ближайшие, там, недели-двух даже хотя бы, могли бы что-то поменять в раскладах. Соответственно, я со своей стороны вам обещаю, что если будут какие-то действительно, ну, не скажу из ряда вон выходящие, но такие знаковые вещи принципиально, которые могут повлиять на хотя бы мою собственную картину мира, то сделаю, конечно, выпуск акцентов в августе. Вот, если такого не будет, то, соответственно, наверное, мы с вами в этом уже аспекте увидимся, скорее тогда, в сентябре. Ну, и хотел бы отметить, что у нас инвест-клуб выходит на этой неделе, будет 29 июля. На нем мы разберем, конечно же, и те компании, которые отчитаются на этой неделе, постараемся разобрать детали, вот уже по упомянутым всем известным компаниям. Также можем посмотреть что-то по розничным ритейлерам, например, потому что сейчас розница очень сильно растет и на инвестиционной волне, масса сетей торговых, которые интересуют инвесторов. И это еще один сектор, наверное, после Big Tech, а сейчас второй по популярности, с учетом, что несколько притормозили пока финансовые компании. Мы их разбирали на прошлом инвест-клубе, банки разбирали. Ну, и, может быть, энергетический сектор поднаберет, по мере того, как нефтянка вырастет. Но тоже можем, в принципе, поговорить, если вопросы будут, запросы от участников инвест-клуба. Соответственно, вот кого интересует, можете 29 июля в 17 часов у нас начнется этот разбор полетов и отчетность, так сказать, по тем уже имитентам, которые были отобраны нами в ходе предыдущих встреч, какие там получились финансовые результаты по инвестициям в эти компании. Также, кого интересует заказ моей книги «Искусство быть смирным», механизмом принятия торговых решений, где очень многие именно детали логики, которые я придерживаюсь при принятии решений, в том числе и с применением методов технического анализа некоторых там. Потому что очень много бывает ситуаций, когда, в принципе, понятно, хорошая компания, но хорошая компания – это, как говорится, еще не всегда повод для инвестиций и даже последние финансовые показатели не всегда. Неплохо бы выбирать точки входа, посмотреть за тем, какие из них, так сказать, более рациональные с точки зрения не только погони за прибыли, но и соотношение прибыли к сиюминутному текущему размеру рисков. Вот, соответственно, кого интересуют эти моменты, вы можете посмотреть. Возможность заказать книгу по-прежнему есть на портале «Финверсия». Ну а более подробно мы поговорили в беседе с Яном Артом об этой книге, о том, что в ней содержится в отдельном видео, которое порядка, наверное, минут 40 длится, если не больше, и разобрали, что называется, по косточкам, что именно там может быть для вас интересного. Желаю всем хороших торгов в августе, желаю подбить, что называется, итоги по высшему разряду по текущим позициям и получить тот результат, к которому вы стремитесь, либо сделать основательный задел на осень, так или иначе пересмотреть в меру критично, но и с определенной долей оптимизма, как минимум, за содержимое своего портфеля на август. Что нужно успешному инвестору? Основные тренды и сценарии фондового рынка. Итоги лета и планы на конец 2021 года. Будет ли осень переломным моментом? Возможные потрясения, коррекции и обвалы на биржах. Интересные направления и эмитенты. Зоны особого внимания. На что обратить внимание частному инвестору осенью 2021? Результаты инвестиционных идей и решений, озвученных на прошлых стримах. Новые решения для инвестиций. Прогнозы курса рубля, доллара, золота, нефти и биржевых индексов. В прямом эфире на Финверсия ТВ Инвесттрим и Яна Арта. Задавайте свои вопросы и инвестируйте. 2 августа в 17.00 по Москве на Финверсия ТВ. Финверсия ТВ. Финверсия ТВ. Финверсия ТВ.